Продукты компаний, отделившихся от университетов и корпораций. Сначала это были небольшие команды инновационных предпринимателей, которые со временем добились огромного финансового успеха. Для таких фирм придумали специальный термин – спин-офф. Столь же удачные начинания есть и в современной России, например, разработки в области лазеров. 50 лет назад началась лазерная революция. У ее истоков стояли российские физики – Александр Прохоров и Николай Басов. Вместе с Чарльзом Таунсом они получили за эту работу в 1964 году Нобелевскую премию. Огромное прикладное значение лазеров осознали практически сразу. Изобретатель рубинового лазера Теодор Майман на презентации своего детища в 1960 году заявил, что подобные устройства будут активно использоваться для резки материалов, измерения расстояний, передачи информации. Все предсказания подтвердились – лазерные центры начинают появляться во всем мире. Особенно острым стало соперничество СССР и США в области лазерных вооружений. Оно было не менее азартным, чем космическая гонка. Если посмотреть на направление самого научно-технического прогресса, то они во многом шли параллельно, за небольшими исключениями. И это было неизбежно, потому что стороны соперничали в области одних и тех же видов вооружения. Делали одни и те же научные разработки. В 1977 году академик Прохоров решил создать на базе конструкторского бюро Института земного магнетизма Центр по разработке лазерных приборов. Туда он пригласил своего ученика, выпускника Московского физико-технического института Сергея Вортопетова. Мы делали различные типы приборов, лазеров. Мы делали не только лазерное оборудование, комплексы, которые используются для проведения научных исследований, как на территории нашего института, так и в ряде других институтов. То есть и тогда, уже в советское время, мы имели опыт поставки такого оборудования для внешних пользователей. Сергей Вортопетов возглавляет Центр физического приборостроения. Сохранить центр удалось благодаря созданию новой фирмы «Оптосистемы», которая является российским спин-оффом. Сегодня это ведущий производитель лазеров для медицины, науки и технологий в нашей стране. Компания захватила больше половины отечественного рынка лазерных офтальмологических установок. Это было бы невозможно, если бы в 90-е Вортопетов не смог предотвратить отъезд за границу своих коллег, ученых и инженеров. К моей гордости из моего коллектива никто не уехал. Но вообще, говорят, в те времена у меня много коллег, научных сотрудников. Тогда, конечно, начался массовый отток, потому что не было зарплаты. Бюджетных денег не хватало даже на зарплату, не говоря уже об исследованиях. В этот момент Вортопетову ученому пришлось отодвинуть науку на второй план и заняться предпринимательством. Зарабатывать решили на том, что умели делать хорошо – на лазерах. Лазеры – это, вообще говоря, для малого и среднего бизнеса, для венчурного бизнеса – это Клондайк. Клондайк, который уже работает 50 лет и еще будет 50 лет работать. В Центре микрохирургии глаза, основанном Святославом Федоровым, ежедневно оперируют 300 человек. Именно здесь в свое время разработали быструю и малотравматичную операцию по коррекции близорукости. Вместо скальпеля хирурги стали пользоваться лазером. В начале лазерные установки офтальмологов Федоровского центра были иностранного производства. Но Вортопетову удалось убедить Федорова, что лазеры из подмосковного Троицка будут лучше. И в 1996 году Святослав Федоров пообещал купить у Центра физического прибора строения лазерную систему для коррекции зрения, если она не уступит западным конкурентам. Он проверил эту систему, и он действительно купил. Купил по достаточно большой цене, это 250 тысяч долларов. Это была большая... Но не это главное. Главное, что Святослав Николаевич тогда дал указание двум своим директорам филиалов тоже приобрести эту установку. Они хотели приобретать импортную установку, а он дал точное указание приобрести их у меня. Чтобы сконструировать этот прибор, Сергею Вортопетову пришлось взять в кредит 50 тысяч долларов. Деньги сейчас кажутся не очень большими, но в 90-е такую сумму было сложно получить даже под высокие проценты. Вортопетову тогда помог фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, известной как фонд Бортника. Его сотрудники оценили перспективы разработки и дали беспроцентный заем, что само по себе редкость. Гораздо чаще ученые и инвесторы говорят на разных языках. К нам обратилась группа инициаторов проекта с разработкой новой технологии по производству удобрений из органических отходов. В процессе разработки выяснилось следующее. Люди хотели построить на самом деле три разных бизнеса. Бизнес номер раз, куда, собственно, хотели пригласить инвесторов. Большое серьезное производство, требующее больших капитальных затрат, на которые, собственно, должны были пойти деньги инвесторов по производству этих установок. Бизнес номер два, в который инвесторов никто не приглашал. Совместные предприятия по утилизации отходов и дальнейшей переработке этого сырья. И бизнес номер три, торговый дом, который бы на самом деле, собственно, и получал бы прибыль, продавая это сырье за рубеж. Инвестор не видел конечной цели проекта. Для него то, куда он инвестировал деньги, являлось промежуточным этапом, не тем местом, где должна была собираться прибыль. К сожалению, несмотря на полугодовые мучения с проектом, так и не удалось переубедить разработчиков поменять структуру бизнеса. К сожалению, не смогли этот проект проинвестировать. Вортопедов пробил нишу для своего бизнеса, а это всегда сложнейшая задача для предпринимателя. Его лазерные установки появились не только в Москве, но и в Чебоксарах, Тамбове, Краснодаре, Хабаровске, а также многих других городах. Когда мы начали работать с АФП, мы имели колоссальное преимущество в том, что мы здесь были не просто врачами и пользователями, как это происходит во всем мире. Мы были сами разработчиками этих аппаратов. И, соответственно, все требования, все пожелания, которые были у нас в момент создания этой машины, они были вложены в нее. Та установка, которую мы выпустили первую, она могла делать операции с миопией, с близорукостью очень высокой. Ну, допустим, 25 диоптрий. 25 диоптрий — это практически невидящий человек. Это носящие очки толщиной там чуть ли не сантиметр. Сначала производителем и поставщиком лазеров был сам Центр физического приборостроения. Но вскоре выяснилось, что государственная научная организация не может эффективно работать на рынке. Например, оказывать услуги по настройке и ремонту техники. Тогда и потребовалось создать спин-офф, то есть отдельную частную компанию. Это классический вариант известной формы. Это спин-офф Академического института. Это правильная форма, существующая в общем мире, когда от государственного, от бюджетного учреждения отпочковывается группа ученых, и которым всячески способствует государство, чтобы они этот бизнес развили. Спин-офф. В переводе с английского — ответвление. Новая компания, созданная при участии крупной организации. Путем передачи части своих активов в обмен на часть акций. Многие венчурные компании возникают на основе спин-оффов. Часто крупные корпорации позволяют группам специалистов создавать малые предприятия для развития новых перспективных направлений, а затем, в случае удачи, просто покупают их разработки. Вообще спин-оффы, как и инновационные предприятия в целом, они бывают двух типов. Один тип, который наибольшее внимание привлекает у людей, это когда создается некий продукт или услуга, рассчитанный на массового потребителя, на миллионы, десятки, сотни и миллиарды потребителей. В другом случае речь идет о том, что создается некая технология, вот как в случае с вортопедовым. Никто не собирается продавать лазеры широкому потребителю, чтобы они друг другу делали операции на глазах. В отличие от западных стран, в России спин-оффы до сих пор редкость. Только в 2009 году был принят закон, который позволил государственным институтам и вузам создавать предприятия для коммерциализации научных разработок. Ну, мало спин-оффов, потому что у нас психология общества такая, потому что все время нет свободы предпринимательства. У нас среда очень агрессивна, я имею в виду экономическую среду, по отношению к малому бизнесу. А инновационный бизнес, о котором мы говорим, венчурного типа, он всегда начинается как малый. И иногда просто вот эта среда, какие-то регистрирующие органы, проверяющие милиционеры и так далее, и так далее, налоговые службы, они могут задушить это просто потому, что времени на собственную разработку продукта не останется. Оптосистемы, созданные в Ортопетовом, поставляют медицинскую технику в 40 городов России и зарубежья. Эта компания финансирует и большую часть исследований в Центре физического приборостроения. Только 5% денежных средств академический центр получает от государства. Остальное за счет коммерческой фирмы. За последние 15 лет в подмосковном Троицке выпустили 4 поколения медицинских систем для лечения близорукости. Сейчас здесь заканчивают испытания новой установки, которая появится на рынке только в следующем году. Мы постоянно инвестируем в научно-исследовательские работы. Мы не можем стоять на месте. Стоит недостаточно уделять внимание научным исследованиям, как в течение года-два ваша жизнь на рынке прекратится. Так проходит операция по исправлению близорукости. Она занимает всего 5 минут. Никаких рубцов и шрамов. Все происходит под местной анестезией. Вниз посмотрим, наверх. Хирург сначала снимает тонкий слой ткани с поверхности роговицы, а затем эксимерным лазером с помощью установки микроскан формирует линзу внутри глаза. Проходя через эту линзу, свет будет попадать на сетчатку. Теперь осталось только вернуть лоскут роговицы на прежнее место. Он быстро прирастет, и следов операции практически не останется. После этого врачу достаточно дать пациенту лишь несколько советов. И на этом операция закончена. Сегодня ночью спать на спине, руками до глаз не дотрагиваться, слезы только со щеки стирать. Не умываться сегодня и завтра. Тем временем в Центре физического прибора строения разрабатывают новый лазерный скальпель на основе фемтосекундного лазера. У него два главных преимущества. Он обладает сверхкоротким импульсом, и поэтому тепло от его вспышки не успевает передаться окружающим тканям. И кроме того, у него высокая плотность мощности, от которой зависит воздействие лазера на вещество. В результате специалисты могут работать с очень низкими энергиями. Это позволяет не травмировать глаза. Наверное, все видели фигурки, когда внутри стекла рисуются некие такие объемные фигуры поверхности. Мы примерно то же самое делаем с глазом, только точность раз в сто выше. Вообще вот с помощью нашего лазера можно любые изменения в глазу производить, и вплоть до коррекции зрения тоже. То есть на сегодняшний день к семерам это делается, к семерным лазером. А возможно, это сделалось с помощью фемтосекундного лазера. Всю полностью операцию. Пересадка роговицы, а в перспективе и лечение катаракты. Эти операции могут стать безопаснее и безболезненнее благодаря фемтосекундному лазеру. Но нельзя сказать, что создание этого устройства, появление которого так ждут медики, продвигается быстро. Например, многие детали, которые производятся иностранными компаниями, подолгу задерживаются на таможне. А процедуры оформления документов в Минздраве постоянно меняются и требуют многих месяцев на согласование. Для меня самое главное – люди вокруг меня. И первое ощущение стабильности, если вокруг меня люди, с которыми я могу сделать ту идею, которая мне нравится. Все остальное, понимаете, это, конечно, безусловно, это все вторично. Это очень важно, но вторично. Поэтому мне трудно сказать. Хорошие люди – это самое главное в жизни.